Итак, мы продолжаем этот убогий турнир. Ну, Майер будет играть. Да, и тут у нас играет лидер турнир, один из лидеров, Георг Майер против первого номера, стартового, и человека с самой кошмарной эндш-принотехникой в мире, Баадур Аджибау. Вот за него мы и будем смотреть. Нет, точнее смотреть мы будем за него, но болеть я буду за Майера, потому что убогая игра должна наказываться. Ну, вот что он делает? Джабару сознательно идет просто на худшую позицию. Может быть не сильно худшего, но худшую. Зачем? Почему? Почему нельзя играть что-нибудь нормальное? Он же не может не понимать, что у него хуже здесь. Ну, переубеди его. Попалу переубеди, играет-то неплохо, блин. Просто он и сам не будет спорить, что у него здесь хуже. Он делает это все сознательно. Нет, на CD просто ED. Белым надо как-то вскрывать центр, а не менять его. То есть им надо его менять, но так, чтобы он сразу весь поменялся. Но вот он скорее закрывает, но с другой стороны пространства больше у белых теперь. Не, ну белых лучше, аж-4, аж-5. Или может а-3 сначала, вот тонко. Чтобы на а-4 и б-4 ответить. Как думаешь? А-3? А-4 или а-3 сейчас будет? Я бы пошел а-4 с идеей слона сюда поставить. А-4 это дикая слабость на b3 будет. Надо было или а-3, или а-4. Так, там b4, тонко. Провоцирует c5, но c5 ход слабый. Потому что структура теряет эластичность. Да я бы а-3 пошел бы, чтобы вот в этой позиции был ход b4 в ответ. А теперь его нет. Теперь приходится как-то какие-то меры принимать по поводу своего ферзерого фланга. Я бы f5 пошел. А вот он, видишь, он тоже хочет b4, но с фокусом. С фокусом. Стоп, брать нельзя? Ну, тогда, ну, видимо, ладья b1. Тогда он молодец, если это все было запланировано. Тогда он молодец. Тогда это засильнее, чем а-3, даже. Видишь, как мы о-е-е-е. Ну да, но теперь просто ладья b1. У белых лучше. Да, тогда он тонко сыграл в СНД-4. Это пока одно, ну, на главне вот с вдохновенной игрой на ролик сказал в ту партию, которую он проиграл в итоге. Вот это вот самое яркое впечатление от турнира СНД-4. Маракаш понимание нехилое, ничего не скажешь. Почему он так слабо в классику играет? Наверное, потому что такой бред в дебюте играет за белых. Ж3, СНД-2. Он серьезно так играет? Да, он в классику тоже играет. Он только, кстати, будет играть в рекрявики. Посмотрю. Живую. Ну там будет Мамедьяр ещё играть. Карлсон приедет. Карлсон приедет? Он не будет. Он приедет посмотреть и поболеть за отца, видимо. Ну проанонсировали на сайте, что он приедет. Он там играл, когда тинейджером был. Но высоких мест не занимал никогда. Но Карлсон мертвый. Ну вообще, слабый шахматист. Я вот тут на месте Маера рассмотрел бы возможность c5 сыграть, сдать поле b5, потом всё закрыть намертво, все фигуры убрать отсюда и попытаться королевский фланг проломить силой. Понимаешь, выглядит немножко странно, то есть c5 ход антипозиционный, но с другой стороны идея это есть. И заодно не будет никаких проблем с этими тактическими штучками Джабаба. Мне кажется, просто вот этот человек, вот этому срубит флаг. Они, никто из никого не срубит флаг с таким добавлением. Срубить флаг в этом турнире можно только мне, потому что у меня лаги по две секунды как раз. Кирилл, понимаешь вообще, что происходит в этой партии? Ну, они катают. Ну, я понимаю, а вот смысл ходов там отдельно взятых? Отдельно взятых нет. Как это мне понятно? Я тоже ничего не понимаю. Не, ну, люди что-то переставляют. Я вот не понимаю, зачем Джабабе это надо. Он слабее в позиционном отношении, он хороший тактик. Он сознательно зайдёт в футшую позицию, где его будут возить. И его возят. Зачем это надо? Понятно, что он рассчитывает, что какой-то момент что вскроется, и он покажется тактический талант. Но... Ничего же не схывается пока. Тактику он видит, конечно, очень сильно. Да, вот геометрия в той партии тоже шикарная. А вот с техникой проблемы. Проблемы большие. Ну, может поэтому он крутится всем подряд. Я вот думаю, да, надо его подтянуть, и мы понимаем позиционную технику. И... Не знаю, серьёзней что ли относиться к соперникам. Нельзя же всеми фигню играть в классику. Ну, логично. Ну, если ты профессионал. То есть, поэтому он там и полочка из семи стартовал в этом Вейконзее. Ой, не выдержал. Не выдержал. Да, не выдержал, и это, в связи с этим, это... Хорошая позиционная понимание, видимо. Потому что смотри, как тонко поле Д5 отбил. Вот поэтому мне кажется, что надо было сразу закрывать. Этому Майору ходом Ц5 игру. А вот нет. А вот не в этой позиции. Потому что он поле Д5 отдал. Вот представь, что у белых пешка на Д4, а у черных на Д5. Такая позиция, что много выгоднее для белых, чем вот эта. А сейчас этого коня придется как-то огибать, и это все не очень неправильно выглядит. Тут зубами вцепились. Да, но все равно у белых чуть-чуть получше, объективно. Что это такое? На Ц6 профилактическая защита. Потому что белые конь Д4 могли какой-то момент задвинуть. Майор хочет в Ж4 пойти и вскрыть королевский фланг. За счет того, что у него больше пространства на крыльевском фланге, он рассчитывает дать там мат. В какой-то момент. Но перед этим они еще ходов 50 туда-сюда сделают. Так что не волнуйся. Угу. Наш. Да, вот видишь, слон Д2, очень тонко все. Солн Д5, Солн Д2, Солн Д5. Ну что с моим ноутбуком? Я вообще не понимаю. Не знаю, у тебя он как-то эпизодически бывает. Ты тоже заметил? Да. Обычно это свидетельство из-за вируса. Что обычно? Обычно это свидетельство из-за вируса. Почитаю в интернете. Вот такие вот странные перебои, это вирус. Угу. Скачай нормальный антивирус. Скачай этот и сет. И проверь все. В общем мы отвлеклись от темы. Ж4 надо уже рвать. Вот он коня с Д7 убрал. Ну все, все возможности для Ж4. Да что ж ты делаешь там, ну. Вторую, посмотрел, вторую ладью на Е4 ведет. О боже. А зачем это? Я не знаю. Почему Ж4-то не порвать? Они все боятся Джобаву что ли? Я не пойму что происходит. Пойди Ж4-то наконец уже. Да не может быть что он хочет ничью. Это не может быть. У белых лучше. Джобава точно не хочет ничью. Он вообще никогда ничью не хочет. Угу. Почему? Ж4 вот. Байер против меня бы играл. Он уже давно был Ж4. Порвал бы и просто дал бы мне мат. Почему так бояться этого Джобава? Ооо. Как шла на С2 ладью выйти с ними. Как можно не сыграть Ж4? Что он в воле? Он сам не понимает зачем он все это возит. Вот все уже теперь к пешке Е5 провязались. Уж Ж4 не проведешь. Возможности было миллиард. Просто последние 15 ходов. Проломить правильский фланг. И это не было какой-то фигной страдать. Я не понимаю. Не то что у меня сильно провисало оппозиционное понимание. Оно разменится далеко от уровня вот этих шахматистов. Но тем не менее. Я абсолютно уверен. Что Марк понимает что в какой-то момент надо играть Ж4 если ты хочешь выиграть эту партию. Потом бить ладьей. Проломать спозитов путем H5 и давать мат. И от этого очень тяжело защищаться в Глиц. Потому что никому не нравится когда выхода ковыряют. Но вместо этого они вот. Ну ты сам видишь что он делает. Ужас. В этом нет никакого смысла. Это тонкие маневры. Это просто бессмысленное перемещение фигур туда-сюда. Может быть они хотят побить рекорд? А сейчас уже Ж4 уже не то. Потому что уже конь не на Д5 черный. Ну вот еще один момент. Ужас. Неужели Марк не понимает что надо жить? Да не может он не понимать. Это единственный план в этой позиции. Ну нету других планов. Вот он сейчас еще один план правда нашел. Слон Д5. Побить на Д5. И типа нельзя бить СДС. Потому что пешка провисала. Но. Это. Намного тяжелее реализовать. Вот в Терзии Е2 он имеет единственный смысл. Избыточно защитить на Е5. Чтобы пойти Ж4 наконец. Нет ни одного противопоказания. Ооо. Ооо. Мне не прошло 15 миллионов лет и пошел так. В чем был смысл предыдущих 40 ходов? Эта позиция уже была. Ооо. Слон Д5. Слон Д5. Он сейчас легко выиграет. Он просто проломит хронерский план. Ну вот джерту какую-то готовит уже. Вот есть. Видишь какие черные ходы приходится делать. Почему ты уже 4 раньше не сыграл когда у тебя больше времени было? Нету, надо оставить всего. Нет стоп 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 стоп. Может быть он специально тянул время чтобы Джабаву под Цитнот подогнать. Да Джабава в Цитноте всегда лучше разберется до Джабава. А его сильная сторона подкрут. Дж4 надо вот тут и делать. Почему не ладья аж 1 аж 5 теперь? Пойди ладья е1 ладья аж 1 и аж 5. И выиграй. Это в лоб просто выигрывает. Нет ты будешь хернер спринать. Слушай может быть сыграем против них 10 ходовки. Да я даже не знаю блин. Что это за игра вообще? Я понимаю какие-то тонкие маневры. Ладья а7 фиг за 8 народенский так сказать. Очень красиво. Очень красиво. Это просто какая-то... Ну я не знаю как это назвать. Поговори еще. Не должны 7 сотники так играть. Они кстати последний кто играет партию. Заметь. Вот золотые ладья е1 ладья аж 1 аж 5. Ну он хадал а. Наконец хочет х5. Давай. ДАААА. Он сделал это. Просто еще 50 ходов. Как думаешь сотку нам бьют в этой партии? У нас белые выигры на самом деле. Ну почему не 500 миллиардов ходов назад? От этого плана нет нормальной защиты, никогда. Что происходит? Он зевнул видимо. Конь G6. Какой ужас! О, а потому что нехер ждать 500 миллиардов лет. Когда можно выиграть сразу. Сейчас флажок будет. Зевнул на G6. Да что вы делаете, ребята? Я один не понимаю, почему он G6 не взял? Почему не взять D5 и в этом пешку не отбить? Ладно, потом надо времени простительно. Ну блин. Сам, вот Майер сам довел до этой херни. Сам. Нет, чтобы просто проломить все и выиграть сразу. Нет, я буду делать херню. Зачем делать херню в лучшей позиции? Херню надо делать, когда у него хуже и ты пытаешься что-то забудрать как-то кого-то. Зачем в лучшей позиции туда-сюда ходить 80 ходов? Нет, ну ладно, выиграл в итоге все равно. Хотя не заслужило. Ладья Б7 сдался, все. Сто ходов. Финиш. Никит, как тебе такое комментировать? Абсолютно бездарный шахматист. Надо отнять у них у всех их 2700 и опустить до 2400. А разницу отдать мне. Ха-ха. Правильно. Заморазнувши. Матрик.